Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших респондентов. Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения государственными наградами жителей республики за особые заслуги в сфере искусства и литературы, здравоохранения и образования, сельского хозяйства, строительства, социальной защиты, культуры, связи, транспорта, юриспруденции, экономики и гражданской службы. Десятки человек отмечены званиями, наградами и почетными грамотами. Подробнее Мурад Женкёзов. В зале десятки людей, представляющих самые разные профессии. В приветственной речи председатель правительства Аслан Озов подчеркнул, что в такой важный государственный праздник, День России, получение званий за заслуги особенно символично. Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою страну, гордится ее достижениями и верит в великое будущее нашей великой Родины. Несмотря на то, что Карачаевская песня – небольшой уголок большой и необъятной России, нам есть чем гордиться. Это наши природные красоты, интеллектуальные потенциалы и многовековые культурные традиции. Указом главы Карачаева Черкесии за многолетний добросовестный труд, достигнутый успехи и активное участие в общественной жизни присвоены почетные звания народной и заслуженной ряду достойных жителей республики. Также постановлением правительства 22 человека, отмеченной почетной грамотой, за безупречную и эффективную гражданскую службу, распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко, отмечены те, кто внес большой вклад в реализацию федеральных целевых программ. Мы должны помнить великую историю нашей страны, думать о настоящем, о будущем, что мы сделали сегодня, что делаем и что нам предстоит сделать для ее процветания и дальнейшего благополучия нашей страны. Хочу поздравить всех тех, кто сегодня получил высокие награды. Постановлением Народного Собрания Карачаева-Черкесии за высокое профессиональное мастерство три десятка граждан республики награждены почетной грамотой парламента. Большое спасибо за то, что вы вносите весомый вклад, трудясь в разных сферах, в самых разных сферах, и приносите большую пользу для Карачаев-Черкесии и всей нашей большой неомерной страны. Хотелось бы поздравить всех наших жителей, всех россиян с этим замечательным праздником, пожелать, во-первых, крепкого здоровья, это сегодня самое главное, семьям мира добра и благополучия, на работе, чтобы у всех всегда было взаимопонимание и добрые, теплые отношения. Работаю в школе уже 23 года, я преподаю биологию детям среднего и старшего звена. Для меня эта награда неожиданна. Я очень счастлива и благодарна за оказанное мне доверие. Хочу поблагодарить всех и поздравить с наступающим праздником, Днем России, пожелать нашей республике, всем ее жителям мира, добра и процветания. Мои ощущения, конечно, это праздничная обстановка, эмоции положительные, воодушевленные, что могу еще сказать. Как отмечать будете награду? Я буду отмечать с коллективом государственной филармонии. Мурат Чанкиозов, Ислам Урума, Фестик, Карачаево, Черкесия. Региональные избиркоми и общественники будут делать все, чтобы не нарушались принципы законности и независимости принятия решений в предстоящей избирательной кампании. Целью взаимодействия является повышение доверия населения к выборным процессам путем обеспечения их прозрачности и легитимности. Альбина Ламкова продолжит. Совсем скоро, в сентябре, в единый день голосования, состоятся выборы в Госдуму. К этому дню все готовы со всей серьезностью, отметила председатель Общественной палаты Республики Елена Ляшова. В Москве прошел семинар для членов общественных палат со всех регионов страны. Одной из ключевых тем практикума стала борьба с фейками и провокациями, которые могут повлиять на выборы в Госдуму. Нас обучали, с нами проговаривали и, соответственно, общалась с нами председатель ЦИК Панфилова Элла Александровна. И здесь же было четко проговорено, что Общественная палата работает совместно с ЦИКом. Стоял вопрос о том числе и об обучении наблюдателей Общественной палаты, о создании штабов при каждой Общественной палате и о участии представителей Общественной палаты в непосредственном процессе выборов. Быстро и своевременно реагировать на нарушения во время выборов – это основная задача на то, что было обращено внимание всех присутствующих. Поэтому и встречу провели до объявления федеральной избирательной кампании. А будет она назначена в конце июня. Кампания обещает быть сложной, потому что, во-первых, именно думская кампания, она такая, имеющая много кандидатов. У нас с вами два будет бюллетеня. Один по списку, где списочный состав партии будет. Второй бюллетень – там будут одномандатники, кандидаты в депутаты. На встречу было обозначено, что Общественная палата и избирком к выборам в Госдуму готовы и будут тесно сотрудничать. Ведь главная цель будет открытость и гласность избирательного процесса. У наблюдателей Общественной палаты своих каких-то специфических личных интересов нет. Поэтому вот тот объективный, беспристрастный взгляд, который должен донести до общества правду о всех избирательных процессах, которые происходят, на мой взгляд, это как раз вот взгляд ваш и профессиональное поведение ваших наблюдателей, я думаю, станет залогом спокойствия и мира на участках. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 580 человек. Из них 20 235 выздоровели, 109 человек госпитализированы. В целях стабилизации оперативной обстановки по линии борьбы с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности в МВД по Карачаево-Черкесии провели операцию «Пангея», направленную на профилактику и пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом в сети интернет лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты. Были проверены медорганизации и аптечные сети. По результатам проверок выявлено 11 фактов распространения фальсифицированных лекарственных средств, препаратов, вызывающих сомнения в подлинности или находящихся в обращении с нарушением требований законодательства. Изъято более 600 единиц нелегальных фармацевтических товаров. В сети интернет обнаружены 6 пользователей, предлагающих за денежное вознаграждение свои услуги по доставке лекарственных препаратов из-за рубежа. По данным фактам также проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. МЧС информирует сегодня до конца суток и 12-13 июня. Местами в республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. Но сейчас прогноз погоды на завтра от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильные, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, температура ночью 8-13, в горах 2-7, днём плюс 20, плюс 25 и в горах местами до плюс 18. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днём 23-25 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Строительство и реконструкция домов культуры, активность во время пандемии. Каких целей достигли и к каким высотам следует стремиться. Всё это было озвучено на итоговой коллегии Министерства культуры Карачао-Черкесии. Карача Биджиев подробнее. Это очень важный день для работников культуры. На коллегии подводят итоги деятельности этой сферы. Особенно в столь непростой период пандемии. Многим приходилось работать дистанционно. И, как было отмечено, они находили новые форматы общения со зрителем. Министр культуры Карачао-Черкесии Зурапа Гербов напомнил об этом и поблагодарил всех за вклад в искусство. Сегодня мы выражаем им благодарность тем, кто, несмотря на все ограничения, смог в онлайн-формате, в формате уличных мероприятий, всё-таки доносить культуру, доносить энергию от творческих мероприятий до нашего зрителя. Выходить из пандемии надо активней. Прошедший год нельзя назвать успешным, так как многие показатели не были достигнуты в условиях изоляции. Но они ясно показали, что работать можно в любых условиях. В ходе коллегии состоялась церемония награждения почётными грамотами Народного собрания работников культуры. Отличившиеся получили заслуженные награды из рук депутата Навруза Тимрезова и руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Руслана Джамбаева. Прежде всего, акценты мы будем ставить на повышение качества работников. Это и повышение квалификации, и обучение, и внедрение новых каких-то практик, которые уже успешны в других регионах. Потому что всё у нас в республике есть для развития. Нужно просто работать качественно и активно. Затем, как мы работаем, наблюдают в первую очередь наши граждане и зрители. Они же критики. На данный момент главной задачей является развитие культуры в республике, подытожил министр. Карчаби Джиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Широка страна моя родная. Всего несколько часов остаётся до полуночи, до начала грандиозного телевизионного марафона. Посвящённого Дню России. 12 июня он объединит всю страну. Такой масштабный мультимедийный проект реализуется впервые холдингом ВГТРК. В 8 федеральных округов вещание одновременно в 9-ти часовых поясах. 85 регионов. Охват телемарафона широка. Страна моя родная впечатляет. Об истории, культуре, традиции различных уголков нашей великой страны расскажут яркие видеопрезентации, документальные фильмы, прямые включения с необычных площадок и знаковых достопримечательностей. Это настоящее телевизионное путешествие через всю Россию. ГТРК «Карачаево-Черкесия» подготовила яркую видеопрезентацию нашей республики. Идея провести данный телемарафон принадлежит заместителю генерального директора ВГТРК Рифату Сабитову. 12 июня День России. Официальный праздник Российской Федерации. И родилась такая идея сделать в этот день марафон, телевизионный марафон, чтобы показать всю нашу великую страну во всем ее многоморазии. Это история, культура, многонациональность, природа, красоты. С тем, чтобы показать нашим гражданам нашу великую страну. От Камчатки до Калининграда. Но, к сожалению, не все имеют возможность путешествовать, познавать свою страну. Но хотя бы посредством наших усилий через телевизионный экран показать и рассказать нашим телезрителям о всей мощи и величии нашей Великой Родины. И эта идея нашла поддержку руководства ВГТРК. Спасибо Олегу Борисовичу, Добродееву, Антону Андреевичу Златопольскому. И коллеги, которые активно развивают платформу смотрим.ру, поддержали наш проект, за что им отдельная благодарность. Таким образом, мы нашими усилиями, от Камчатки до Калининграда, все наши региональные филиалы активно включились в эту работу. Причем, это был такой, знаете, порыв души. Никто никого не заставлял. Мы просто провели совещание в режиме онлайн со всеми без исключения. Примерно обсудили, что и как мы можем рассказать и показать. И вот 12 числа этот проект будет реализован. Круглосуточный, 24 часа в сутки проект. Мне кажется, это такой правильный проект, который объединяет всю нашу страну. Очень много разных интересных историй, доселе неизвестных, человеческих историй. Очень много красот природных, очень много исторических фактов, о которых порой мы забываем, а иногда даже и не знаем. Наши коллеги все очень постарались. Я думаю, что марафон будет востребован нашим телезрителям. Кстати, мы придумали название этого марафона «Широка страна моя родная», потому что другого здесь быть не может. И много интересного, я думаю, зрители увидят. Итак, смотрите телемарафон «Широка страна моя родная» стартует уже сегодня ночью в 12.00 на мультимедийной онлайн-платформе. Смотрим, а также в эфире телеканала «Кавказ-24». Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!